А мы не устаем радовать вас свеженькими кадрами с прошедшей премии Муставе 2015 Гравитация. И сейчас самое время рассказать о суперзвездах, чьи номера войдут в историю. Костя Тарасюк продолжит. В 2017 году Астана станет крупнейшей мировой культурной площадкой. 93 дня международной выставки, 3000 мероприятий на стыке науки и искусства в самом центре Евразии. Астана-экспо 2017. Генеральный партнер премии Муз-ТВ. Премия Муз-ТВ давно уже считается одним из самых грандиозных и масштабных музыкальных шоу в отечественном шоу Бизи. И по праву именуется русским Грэмми. На этот раз премия Муз-ТВ 2015 Гравитация удивила не только российского зрителя, но и казахстанского. Группа А-Студио решает поразить публику современными технологиями, а именно компьютерной графикой, благодаря которой никто не замечает отсутствие на сцене беременной Кэти Тапурии. На самом деле, солистка группы уехала рожать в Америку. Что, наш новый солист? Сегодня, да, сегодня мы фичерин Томас Невегрин. Ну да. Вслед за группой А-Студио внимание зрителей приковывает номер певицы Ани Лорак, которая взмывает вверх на огромных часах и без страховки. Да уж, и как она еще умудряется петь при этом? Медленно, медленно, дождь под твоим углом. А вот от Сергея Лазарева каждый год все ждут чего-то удивительного на премии Муз-ТВ. И не зря. На этот раз Сергей делит сцену вместе с огромной статуей, которая оживает на глазах у всех, а позже вообще разлетается в щепки. Вместе с режиссером была придумана эта идея с статой, которая в итоге разваливается здесь на сцене. Ну, мне кажется, прикольно, красиво. Самое главное для телеверсии, для телезрителей это будет все очень красиво. Привык восхищать публику еще один мегапопулярный артист Дима Билан, который использует в своем номере все, начиная от красочных декораций, заканчивая оригинальным видеорядом и... Да, так оно и есть. Дима Билан поет вверх ногами. Да уж, такого на премии еще не было. Ну, а певица Нюша закрывает грандиозное шоу сложнейшим акробатическим номером. Тут и сама Нюша выседает над всем залом без страховки. И профессиональные каскадеры выполняют сложнейшие трюки в воздухе. Я люблю сложные экспрессивные номера, поэтому всегда соглашаюсь на них. Наверное, это есть немного, кто соглашается на какие-то эксперименты. И также я борюсь со своими страхами. И на этот раз очередная борьба со страхами. Премия Муз-ТВ впервые прошла за пределами России в столице Казахстана, Астане. В этом же городе в 2017 году пройдет международная выставка-экспо. Три месяца продлится выставка, 3000 шоу ожидает посетителей. Культурная программа предполагает премьерные проекты мирового масштаба. Константин Тарасюк про новости.